Дмитрий, к гипермаркетам не первый год подрекает гибель формату. Как представитель этого формата, что можете насчет сказать? Если бы я получал по 1000 рублей за каждую такую фразу, наверное, зарплата мне была она не нужна. В какой момент гипермаркеты, с моей точки зрения, достигли дна. Сейчас как раз прекрасно от него отталкивается, потому что в свое время гипермаркеты это была такая красивая сервисная история, которая в какой-то степени, особенно в регионах, давала людям возможность праздников, провести время там и так далее. А потом начали резать костыль. Начали отрезать сервисы, начали отрезать персонал, начали отрезать некую красоту и дошли по сути до некого формата большой коробки с очень низкими ценами и абсолютно без сервиса. И вот сейчас как раз обратная история, когда не все, но большая часть игроков рынка гипермаркетов начинает добавлять сервис, дабы привлечь к себе того клиента, который по этому сервису скучает. И справедливости ради, сейчас клиент настолько сильно сегментировался, что он выбирает гипермаркеты для определенной миссии. Да, если ему нужна скорость, то на рынке есть такие ребята, которые не щадя своей беды доставляют за 15 минут. Есть специалитеты либо форматы у дома, где надо в тапочках спуститься и купить базовую свою потребность, молоко, рис, сахар и так далее. Гипера же представляют несколько другой набор сервисов, который не может дать ни один из других форматов. Поэтому как раз мое мнение, что мы сейчас начинаем укрепляться и привлекать именно того клиента, который, которому нужен гипер. За счет чего? Что меняется? Смотрите, есть категории товаров, которые люди не очень любят покупать онлайн. Это категория фрукты и овощи. Это категория, которую нужно пощупать, там томат иногда понюхать, арбуз постучать. Есть категория собственного производства хорошей кулинарии, которую надо покупать глазами. Или же мясо, где должна быть определенная ширина. То есть базовые потребности, да, клиент готов закрывать в формате у дома, в онлайне, но ширину ассортимента и ширину сервиса, как-то чистка рыбы, это может позволить себе только гипер. А поведение потребителей, тех, кто к вам приезжает, вот физически как-то меняется? Вот что вы замечаете за последний, скажем, какой-то срок, который можно измерить? Мы где-то, наверное, года полтора назад увидели очень сильное падение по параметру штуки в чеке. Это всегда связано с кредитными ситуациями, когда люди начинают отказывать себе в вкусняшках, в таких классичных категориях. Это снеки, это кондитерка, чем-то себя баловать. Сейчас мы как раз видим, что штуки в чеке потихоньку начинают восстанавливаться. То есть люди, видимо, потому что у них становится чуть больше денег, потому что они чуть более спокойные сами по себе, они опять начинают себя баловать. То есть мы видим рост кондитерки, мы видим рост снековой категории, мы видим рост алкоголя очень хороший, это хороший показатель, здоровый такой. Но я имею в виду не базового алкоголя, да, там, МРС-шного, а какого-то интересного. И мы видим, что люди начинают переключаться в более высокий ценовой сегмент. Почему это происходит? Два тезиса. Первый, потому что, опять же, чуть больше денег стало, да, особенно в крупных городах. Во-вторых, мы начали более вменяемо работать с ценообразованием, не зарабатывая на дорогом вине столько же в процентах, сколько и на дешевом. Тем самым позволяя, так скажем, я как-то ребятам с вами говорю, давая возможность клиенту и шанс продукту продаться, а клиенту его купить. И если человек раньше, например, привык покупать условно вино за 500 рублей, да, а следующий ценовой сегмент это 700, мы сейчас этот сегмент опустили до 600, и некоторые клиенты такие, ну, попробую, ну, побалуюсь и так далее. То есть мы видим действительно переключение вверх. То есть получается, вы одновременно как бы и снижаете, то есть что с ценами происходит сейчас? Они снижаются. Снижается цена на верхние ценовые сегменты, существенно снижается, чтобы они больше продавались, потому что верхние ценовые сегменты, как, в принципе, и дорогие продукты, имеют очень высокую долю промо и продаются только в промо. Поэтому мы действительно там, где высокая доля промо, снижаем регулярный прайс, давая человеку возможность его купить. Ну, хороший пример пельмени даже. В категории пельменей доля промо порядка 80-85%. Ну, то есть ни один здоровый трезвый покупатель не купит пельмени по белому ценнику. И люди к этому привыкли. Что мы делаем? Мы берем просто регулярную цену и снижаем на 20-25%, потому что если вдруг человеку нужна определенная марка пельменей, а сегодня в промо стоит другая, он расстраивается. Ему обидно, что на прошлой неделе он пришел, получил на любимую марку промо, а на этой неделе не получил. Вот как так? Поэтому мы говорим, слушай, дружище, ну, на прошлой неделе мы тебе дали промо, ты купил там по 300 рублей, а при регуляре там 600, а сегодня приходи, ну, заплати там 400-420. Он заплатит больше, но не настолько сильно расстроится. А что с онлайном у вас сейчас? Мы будем его, так скажем, реланчить, потому что ОК, это, как интересно звучит, один из первых ритейлеров, запустивших, собственно, онлайн, став тогда флагманом. Но потом чуть-чуть мы подотстали, как раз когда развивался онлайн у специалистов онлайне и у наших партнеров. Сейчас наш онлайн, он есть, он стабилен, он не падает, он подрастает год к году, достаточно хорошо, он меньше, чем растет на рынке, но мы планируем в следующем году достаточно сильный его перезапуск. Он у вас сейчас работает как? По собственному, получается? Или вы с кем-то сотрудничаете? Мы работаем с партнерами. А, с партнерами. Да, у нас фулфилм партнерский и доставка партнерская. Еще один тренд, о котором сейчас все говорят, готовая еда. Как с ним обстоят дела? Долгая дискуссия может быть. Мы традиционно делаем хорошую кулинарию. Почему? У нас на спине свои мощности. Мы можем позволить себе быстро менять ассортимент, готовить максимально качественно, готовить из-под ножа фактически. В отличие от крупных игроков, которые развивают ready to eat, ready to go и так далее, они не могут быстро менять ассортимент, потому что они работают на аутсорсе, на партнерах. Партнерам нужна новая упаковка, новые рецептуры там и так далее, и так далее. Мы сейчас доводим до еще большего ума наш основной ассортимент кулинарии. И мы начинаем, ну мы уже готовимся, и в следующем году у нас будет такой достаточно большой тренд развития фасованной еды. Да. То есть сейчас-то пока развесная, да, в основном? Сейчас это кулинария на вес, да. У нас есть уже категория нашей же фасованной еды, но она пока находится в зачаточном состоянии. Мы сейчас действительно готовимся к достаточно сильному прыжку в рамках именно фасованной кулинарии, чтобы люди это могли забрать в офис, домой там и так далее. У вас же в целом, собственно, производство достаточно такое большое, насколько я помню. Не только готовая еда вообще, в принципе. Да, у нас... Вот про долю что-то продаж можете сказать или, не знаю, как-то еще, какими-то еще цифрами обозначить, как сейчас вообще вот эта сфера себя у вас ощущает? Смотрите, на текущий момент 7-8% там, зависимости от сезона, она занимает долю в обороте, и мы планируем растить ее, потому что это и удобно клиенту, да, что у нас есть? У нас есть полуфабрикаты мясные и рыбные, у нас есть готовая еда в виде салата, у нас есть горячие блюда, у нас есть пекарни. Это очень удобно клиенту, да, потому что люди все больше и больше начинают ценить время, времени очень мало, поэтому мы даем им возможность либо прийти домой, разогреть суп и накормить всю еду, либо, грубо говоря, там очень быстро пожарить котлету, там за 5 минут. Вторая история, это очень маржинально, конечно же, это гораздо большая маржинальность, и клиенту, если выбирать между заказать в ресторане и купить в магазине, и приготовить дома за 5 минут, в любом случае быстрее и кратно дешевле будет купить у нас. СТМ, есть ли, сколько ли, в чем ли, что делаете? Есть СТМ тоже. У нас на самом деле, предваряя ответы на все вопросы, у нас 24-й год, это год такой подготовки к затяжному прыжку. То есть у нас очень много запусков будет в конце этого года различных, и перезапусков, и в 25-м году мы действительно много фундаментов различных сейчас заливаем в разных сферах. Что касается СТМа, да, у нас есть СТМ, он такой традиционно хороший, стабильный, как и сам ОКЕЙ, такой прям выверенный. Много? Да, у нас большой СТМ, у нас три основные линейки. Это ОКЕЙ Дейли, который закрывает первую цену, либо около первую цену. Это ОКЕЙ, это среднеценовой сегмент, и ОКЕЙ Селекшн, это, грубо говоря, такой отборный ассортимент по идеальному соотношению цена-качества. Мы готовим сейчас платформу брендов, которая расширит количество потребностей, то есть это и детские линейки, и бытовая химия, и товары для дома. Там достаточно большой портфель, такая большая пирамида будет. И СТМ мы действительно будем развивать, но тут ключевая история, чтобы не пере-СТМить категории. Потому что когда в КПАЙ ставят коммерсанту долю СТМа или оборот СТМа, есть очень большая ошибка пере-СТМливания. Сразу начинают появляться СТМ-специи, десятками из КАЮ. Мы начинаем сразу ОКЕЙ клеить просто везде на сахарное подсолнечное масло, на бананы и так далее, и так далее. Нет, задача СТМа комплексная. Первое – это дифференцирование. Это предложение покупателю действительно идеального соотношения цена-качество, чтобы не платить за Бентли директора по продажам какой-нибудь компании. Ну, в бренде имею в виду. И действительно, это более маржинальная история. И вот очень много кричим про СТМ всегда, но СТМ – это очень опасная штука. То есть нужно действительно очень вдумчиво подходить к вопросу его создания, а не просто говорить там, все, мы его развиваем, поехали, побежали. Очень много компаний на этом погорело. Но вот вы сейчас сказали, что у вас будет такой большой запуск. Это во всех трех категориях бот или какой-то бот в большей степени? Просто вот есть точка зрения, знаю, что коллеги уже говорили, что, например, СТМ первой цены уже не столь ценен, как, например, сколько-то лет. Это правда. Какие наблюдения? Так оно и есть, потому что всегда найдется бренд, который будет дешевле в моменте. За счет мощностей, за счет, не знаю, какого-то разового слива ингредиентов и производитель может на протяжении полугода-года держать более низкую цену. Ну, другой производитель не тот, который тебе делает СТМ. СТМ всегда подвязывает сеть упаковкой. То есть ты в любом случае должен выработать какую-то упаковку. Там как минимум 3-6 месяцев на стойке всегда есть. А мы будем запускаться поэтапно, потихоньку. То есть у нас сейчас СТМ представлен во всех категориях, абсолютно во всех. Еще один больной вопрос про персонал. Как я понимаю, по крайней мере, все, кто был здесь на этом стуле до вас, все говорили, что это очень тяжелая тема сейчас. Как у вас обстоят дела вообще с текучкой, с персоналом, с закрытием вакансий? Ну, смотрите, персонал можно разделить на две категории. Это офисный персонал и масс-маркет. Если мы говорим о масс-маркете, то здесь это работа наших операций, нашего операционного директора и наших HR-ов. Огромное количество систем мотивации. Потому что сейчас рынок перегревается. Это большой мыльный пузырь. Очень много персоналу нужно онлайну. Растут наши большие братья по ритейлу. Естественно, первое, что они делают, это увеличивать зарплаты рядовому персоналу. Но мыльный пузырь рано или поздно лопнет. Мы все прекрасно понимаем. Поэтому должна быть нематериальная мотивация. Должно быть огромное количество программ развития. Здесь, наверное, более подробно об этом могут рассказать наши операционисты и HR. Это все-таки их отчимы. Что касается офиса, в коммерции действительно тоже очень-очень большой кризис. Потому что, во-первых, есть офлайн-ритейл. Такой достаточно стабильный, со стабильным количеством персонала. Но сейчас на рынок коммерции вышли такие ребята, как онлайн. То есть онлайн-ритейлеры начали открывать офлайн-точки. И если они стартовали, грубо говоря, на полуколенке, ну так, меньшими ресурсами, то сейчас им нужны полноценные команды. Где взять полноценные команды? Оффлайна. А коммерсанты так быстро не растут, тем более хорошие. Поэтому действительно мы испытываем дефицит и разрабатываем, опять же, программу удержания. Потому что только деньгами удержать невозможно. Всегда кто-то перекупит. Всегда есть какие-то стартапы, для которых прибыль и беда вторичны. А есть очень крупные ребята, для которых и беда до сих пор вторична. Поэтому они могут позволить себе до бесконечности просто инвестировать зарплату. Поэтому мы людям действительно даем какие-то программы обучения, поездки, достаточно большое количество систем мотивации, которые позволяют человеку понимать, что он здесь, в нашей компании, в ОКЕ, он научится больше. Поэтому на текущий момент, у нас действительно в прошлом году была очень большая текущая, прям очень большая. Сейчас мы прям стабилизировались. У нас она, наверное, в хорошем смысле лидирующая на рынке. Мы с коллегами общаемся, в том числе поднимаем эту тему. Сейчас нам удалось прям приземлить то, что есть. Это хороший показатель. Вы уже сказали так коротко про ближайшие, скажем так, планы и фокусы действий резюмировать. То вот конкретно ваша команда, на чем сосредоточиться в ближайшее время? Смотрите, я называю коммерсантов такими многорукими шивами. История про первую руку. Это гигиенические минимумы и операционная работа, которую нужно производить на постоянной основе. Ассортимент, ценообразование, промо, мерчендайзинг и так далее. Это все производится, не должно производиться лучше. Вторая рука. Это тактическая история. Мы сейчас должны создавать то, что нам начнет приносить плоды через полгода-год. Это как какие-то новые инициативы, так и те же самые сезоны. То есть мы сейчас должны думать о лете следующего года. То есть мы сейчас готовим back to school следующего года уже. А третья рука. Это стратегическая, которая нам начнет приносить плоды от года и дальше. И мы сейчас, если крупноблочно смотреть, мы сейчас на финале создания очень интересной системы ценообразования. Да, то есть мы буквально через пару недель начинаем уже боевое плотирование. Это крутая машина будет, которая будет учитывать абсолютно все системы ценообразования на рынке. Такой некий гибрид, которого на рынке ни у кого еще не существует. Потому что наши партнеры по цеху играют кто-то в high-low, кто-то и DLP, и DPP, кто-то в mid-low, кто-то в миксе всего этого. И подходя к созданию системы ценообразования, мы такие, так, а мы-то что хотим? Мы понимаем, что вроде как мы самобытные и можем позволить себе идти своим путем, но конкуренция настолько велика, что мы не можем ее не учитывать. Вот мы все-таки создали этого реального франкенштейна, который будет учитывать все. Боевый пилот этот год, релад следующий год. Так это собственная разработка или это... Нет, мы работаем с партнерами, но погружение коммерческой команды OK, оно, наверное, на моем опыте самое большое с точки зрения вот именно имплантирования системы. То есть я сам лично нахожусь в рабочих группах, и мы вместе с командой партнеров разрабатываем все это, обсуждаем. Это там гигантское количество времени, чем человека-часов. Мы в процессе работы над системой управления промо, чтобы промо было не просто огульное раскидывание скидок направо и налево. Эй, приходи, во-первых, это дорого, во-вторых, бестолково. Люди это не видят, путаются и так далее. Нам нужно делать промо для нас более экономным, для клиента более понятным и приятным. Мы тоже в этом году, я надеюсь, это делаем, и в следующем году уже там с второго квартала начнем раскатывать. Ассортиментная политика. Мы все-таки, да, гипермаркеты должны закрывать все потребности, а вот как закрывать там, в каких ценовых сегментах, мы уже вот сейчас должны определиться и сказать клиенту, дружище, у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это, приходи. Потому что без нормальной, чутко внятной ассортиментной политики мы не можем наполнять полки. Потому что философия там «бери больше, кидай дальше», да, или как вот коммерсанты называют всасывание ассортимента на полку, оно, к сожалению, не приводит к успеху покупателя и к операционной эффективности, да, потому что списания идут, оборачиваются и так далее. Действительно много всего, мы очень много сейчас делаем, огромное количество проектов. Поэтому реально прям перезапуск какой-то получается сей сети. Ну, ждем 25-го года, чтобы посмотреть, что у вас получится дальше. Не все сразу, покупатель на самом деле замечает не все сразу. Да, то есть, там, статистика, даже если мы сейчас там огоньно снизим на все цены, покупатель, как правило, начинает отзамечать через 3-4 месяца только. Поэтому система ценализования, ее можно будет реально заметить в магазинах, там, не раньше, чем середина следующего года, там, промо и так далее, и так далее. Но ассортимент уже виден, мы уже обрастаем таким достаточно хорошим критической массой каких-то вкуснях, которые станут трафик-драйверами для нас, и которые как раз и позволят нам с форматными, с неформатными конкурентами воевать за нашего любимого покупателя. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо.